Пятый канал представляет А ну покажи Смотри Я долго думал, что тебе подарить Вот такое же изящное И дикое Нравится? Что-что? Что случилось? Что такое? Я сейчас! Просто так неожиданно! Я не понял Папа! Алло! Все отменяется Ну все сложно Как это поздно? Мы так не договаривались Стой! Стой! Слай, так Ну, ее похитили! Ну что ты стоишь! Ну сделай что-нибудь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А как вы догадались то? ДЕСКИЕ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА пить чай со вкусом свинины. Димой! Здрасте! Здравствуйте! Это мне? А день рождения еще не скоро. Это не тебе, это Даша. Передай, пожалуйста, не забудь где-нибудь среди вещдоков. Скажите, а что за ценные вещи? Здесь меня не повяжут с ней в городе? Нет. Просто передай и не суй свой нос в наши женские дела. С каких-то пор у вас появились общие дела? С тех пор, как мы нашлись в соцсетях. А ты сегодня вечером что делаешь? Сегодня? Ничего, а что? Да, один клиент подогнал тушку кролика, облагодарил за услугу. Вот, думаю, одна не справлюсь. Странная благодарность. Ну да. Так и я ему тоже не машину помыла. Странная работа, странная благодарность. Да, с этим не поспоришь. А, так это приглашение на ужин. Как ты быстро соображаешь. Я буду. О, Лень, привет. 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 Лень, это уже похоже на сексуальное домогательство. Я тут подумал, санализировал, взвешивал. Ну, это надолго. А Моссов, он последний, кто верит в твои методы. А почему ты согласилась работать именно с ним? Лень, ты жучон. Ты над этим думал, взвешивал, анализировал все утро? Мне кажется, вы с ним совсем не смотритесь. Серьезно? Да. А между мной и тобой ковалентная связь намного плотнее. Это понятно. И мне кажется, нам надо попробовать. Попробовать что? Вступить в межмолекулярное взаимодействие. Я подумаю над этим. Вань, ты не знаешь, где можно купить хорошего вина? Хорошего? Ну, чтобы в гости идти не с пустыми руками. Так вы это, пивасика в облачке. Ну, классика. Нет, мне надо официально. Официально? Это вы куда собрались-то? К друзьям. Давно не виделись. Так это, на Дмитровке, в супермаркете возьмите. Ага. Вань, хочешь я с тобой поделюсь профессиональной мудростью? Ты знаешь, чего не боятся лучшие сотрудники органов? Ну, наверное, это схватки против десятерых. Ну, это тоже. А еще они не боятся писать. Отчеты. Привет, открыто. Да, проходи. Правда, у меня еще не все. Готовы? Проходи вот туда, налево. Пахнет вкусно ради такого. Готов ждать. Стопор. И на кухню, пожалуйста, не ходи. Я не люблю, когда мешаются под ногами. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошее вино, посоветовал бычков. Ты Даша мой подарок передал? Да, вышел. Хорошо, мы погуляли тогда? Да, неплохо. Водушевляющий ответ. А чего ты хотела услышать? Ну, не знаю. Что-то типа того. Да, Лена, мне тоже было хорошо, мне очень понравилось. Да, Лена, мне очень понравилось, мне было очень хорошо. Для тебя этот день вообще ничего не значил? Так просто выгулял дочь с какой-то сумасшедшей теткой, да? Лен, не начинай. Ну, почему не значил? Ты мне очень понравишься, ты очень понравилась, Даша, очень. Но нужно смотреть правду в глаза. Какой такой правде нужно смотреть в глаза? Дело в том, что вряд ли между нами может быть что-то серьезное. Согласись. Это почему же? Ну, потому что я полицейский. Я в курсе. Я теперь тоже практически там работаю. Это да. Но дело в том, что вот это все, Ван, никуда не исчезло. Оно с тобой. Вернее, в тебе. То есть, у тебя другая психология. А это уже? Это какая другая? Не такая, как у полицейского. Больше в сторону... То есть, я преступница? Я этого не говорил. Может быть, я... Извини, вполне возможно, подобрал не те слова. А, у тебя другая жизнь. Вот. Подожди, я просто хочу уточнить. То есть, ты у нас полицейский, да? Весь такой правильный. А я преступница, обманщица. И поэтому нам с тобой не по пути, да? Лен, ты чего? Я просто хочу понять. Я воровка. Шваль мелкая такая, да? Лен, успокойся. Это че? А вы извините, товарищ начальник, что я так выражаюсь. Просто у меня такой круг общения, сами понимаете. Не надо выворачивать так слова. Все гораздо проще. Я хотел объяснить, что мы немного... Знаешь что? А шел бы, да? Да, между нами действительно пропасть. Размером с твое эго. Все, разговор окончен. Уходи. Ролик, кстати, вкусный. И готовишь ты хорошо. Зря ты так лед. Пошел ты. Пошел ты. Субтитры сделал DimaTorzok Идиот. Ну что ты нес? Что? Другая психология, вы бы не... Фу! Она не убила тебя только этим кроликом. Молодец, Антон. Сходил. Поужинал. Субтитры сделал DimaTorzok Вчера была похищена жена Виктора Медведского Это кукла Крашеная? Это прежде всего человек И наша обязанность его найти Так, отставили все свои дела Вот это самое дело важно Похитители выдвинули условия? Да, миллион рублей А что не пятьдесят? Вы, я вижу, не прочувствовали важность этого дела Встать всем! Виктор Сергеевич, прошу вас Виктор Сергеевич Здравствуйте Сам захотел познакомиться с нашим отделом Садитесь Вы меня знаете Как бизнесмена Именно с деловым предложением Я и пришел к вам Мне не составляет труда Заплатить выкуп Этим выродкам Я знаю, что здесь собрались Не лучшие кадры Я готов Выплатить значительную премию тому Кто вернет мне мою девочку Успокойтесь Виктор Сергеевич гарантирует Нам награду Миллион рублей Нашему РУВД Чтобы они не достались бандитам Правильно? Так, все по делам Быстро Так, что сидим? Работаем Ориентировки у меня Фотографии распечатаем Быстренько все за работу Ребята, все за работу Вы слышали, что сказал Полосков? Да, он говорил достаточно громко Ой, Амосов, не умничайте Дело первой важности Как раз для вашей чудо-связки А мы работаем уже Я и Бычков Да при чем здесь Бычков? От него толку, как от старой вахтерши в подъезде Вот эту берите, эту крупней Я право Рабьяшкину Вот как раз самое время доказать Что ее присутствие здесь Это не бред собачий Ну или наоборот Что более вероятно Не уверен, что она поможет нам сегодня? Распадывайте Это еще почему? А, у нее какой-то Кризис И я, пожалуй, как-то без нее Ага Вы знаете, почему-то это меня мало волнует Вот вы угомоните ее кризис И приступайте к работе Ну, вы же слышали Нам обещали миллион А Полосков как раз в этом году Собирается переоборудовать спортивный зал Купить новые тренажеры, маты Так что давайте, Амосов Работайте Нет, Воробьяшкин Леонид сказал, отгулзила Ну и хорошо, сами справимся Ты материалы дела увидел? Да Кто эта похищенная? Юля Могилевская Нам велено опросить ее друзей из прошлого Чем она занималась? Моделью была В агентстве Сейчас Агентство Каравай Каравай Кого хочешь, выбирай Вот фотки ее На тигрицу похоже Ага А этот на поросенка От которого хотят жирный кусок оттяпать Да Не без этого Ладно Поехали к этим козочкам Тигрицам Девочки, а что мы спим вообще? Работаем Сорвала джекпот и свалила У нас тут текучка, знаете ли Как в фастфуде Только мы кривоногих не берем Спинку, спинку держим Подбородочек выше Ну, вперед Умничка То есть вы хотите сказать, что брак Юлии и Виктора Медвецкого Он был по расчету? Послушайте, а вы точно из полиции? Да Из отдела тупых вопросов? Вы Медвецкого этого видели? Очень хорошо Умничка, спинку держим Молодец Скажите, вы в каких отношениях были с Юлей? Да не в каких Она стерва была, конечно Дело знала, все были довольны Ну, или почти все Девочка моя Кто так виляет? Тебе нельзя вилять, тебе нечем Почти все Ну, вот представьте, влюбится какой-то студентик Да? Ходит хвостом А что с него возьмешь? Комнату в общаге? Или учебник по высшей математике? Вы конкретно кого-то имеете в виду? Да нет, тут за каждой девочкой по десять ходили И за Юлей? Ну, а что за ней не ходить? Смазливая мордашка, грудь, попа Полный комплект Очень хорошо Машенька, грудь, грудь покажи Умничка Скажите, мы как-то можем найти ухажеров? Да нет, тут таким не хвалятся Поржали и забыли Спасибо А ничего, что мы работаем здесь Я вам не мешаю, нет? Вычков Девочки, переодеваемся и на финал Быстренько Не спим Бывшая модель Врагов не было Могли быть тайные поклонники Личность, которых установить не удалось Так А где Воробьешкина? А у нее отгул Какой к черту отгул? Не знаю Это не входит в мои обязанности А вот теперь считайте, что входит Ольга Валерьевна, я Значит так Воробьешкину включайте в работу А сами можете быть свободны Чего Куликова хотел? Хочет, чтобы мы подключили Воробьешкину к поиску Так правильно Чего что? Правильно, Вань Ну так что, мы же теперь банда? Мы не банда, мы полиция Разберемся без нее Значит так, возьми распечатку звонков этой модели И встреться со всеми, кто звонил ей последние двое сунок Понял? Работаем, работаем Встреться со всеми Встречалка сломается Со всеми встречаться Чего надо? А че так грубо-то? Ленечка, я между прочим по делу За что? Сам догадаешься ли, все-таки треснуть? Да понял я Елена Валентиновна Вообще-то на работу ходить надо Ну ходи Да я отхожу Антон Максимович Вам приказал помочь нам срочно С расследованием дела Приказал срочно? Да А что вы думали? Служба эта вам не фигли-мигли Ну раз не фигли-мигли То придется помочь Короче, у нас тут чувиха пропала Ну, девушка Модель И муж ее пообещал миллион, если мы ее найдем Так полосков на уши всех поднял Сказал в землю рыть Ну, найти ее Та что ли, про которую по телевизору говорят? Да Надо, чтобы вы посмотрели свои эти Подпространства Вот, у нас фотографии ее даже есть Да, она эти фотографии в руках-то не держала Я по ним могу наплести Только что ее сужиной ждет А что надо? Ну, какие-то личные вещи Личные вещи? Это не повод рыться в ее нижнем белье Бычков Мне нужно что-то другое То есть, пьюискальтер не подойдет, да? Иди уже! А нормально у вас тут Я же просил никого не пускать Не хватало, чтобы все желтые газетенки об этом писали Здравствуйте, Виктор Сергеевич Лейтенант Бычков Здравствуйте Чем могу помочь? Вы не могли бы нам предоставить какую-нибудь личную вещь вашей супруге? Для собаки надо след взять У вас есть информация о ее местонахождении? Что вам известно? Почему я до сих пор об этом не проинформирован? Так, свяжитесь с этим Полосковым? С Полосковым, нет? Лучше с мэром Только не мэром, пожалуйста Заводи машину, поехали Ира, со мной! Так, вот брелок ее с ключами Шарф Попробуйте, нам нужна любая зацепка Попробую Попробуйте с фотографией Получается Не вижу ничего Ну, включите чакры свои Я что, похожа на кофейный аппарат или соковыжималку? Включите чакры Чего вы ломаетесь-то? Что ты сказал? Ломаетесь? Нет, это же не для меня, а для Антона Максимовича Сделайте ради него Для Антона Максимовича? Ну, для Антона Максимовича можно попробовать еще Нужно попробовать Давайте, там, ахалай-махалай, ну Стой там Вижу Чего? Вижу Ну Какого-то мужчину Мужчину? Он явно маньяк Маньяк Я знал, что он маньяк Я чувствую это Как он выглядит? У него Шрам Шрам А где? На голове Так, шрам на голове, шрам на голове А где он находится? Вокруг Свалка Свалка? Так, я сейчас Наш эксперт по психологии дала зацепку на подозреваемого Это маньяк Не согласен с этим утверждением Маньяк не требует выкупа Товарищ майор Но мы должны доверять мнению эксперта Переметы есть? Да, это мужик со шрамом на голове Который, предположительно, находится где-то на свалке Так, вперед Цена вопроса высока А? Свалок в городе не так-то много Давайте Думаю, что это не совсем то, что нам нужно, но А у нас что? Теперь два эксперта по психологии Не надо Нет, ну а мы Твоя задача проверить версию Воробьяшкиной Зачем-то же мы ее наняли, правильно? Действительно, а ты не могла увидеть какой-нибудь лук цветочный? Мужики! Мужики! Шухи! А ну, стойте! Стой! А куда ты? Стоять! Стоять! Мужики, мы поговорить хотим Что вам надо? Вы что убегали? Украли что-то? Зачем мы не крали? А что убежали тогда? Сейчас передел территории идет Так можно отхватить, если не туда зашел Передел территории? На свалке? Это для тебя на свалке Для нас четко структурированное учреждение Здесь организация похлеще палаты лордов Да, хорошее познание в политологии Так и я не на бомжа учился Вы здесь видели лысого такого со шрамом на голове? Большим шрамом! У тебя носки не дырявые? В смысле? Ко всему привыкаешь От хороших носков никак не отвыкну Может деньгами? С деньгами надо, чтобы тебя в магазин пустили А с этим становится все сложнее Есть здесь один со шрамом Живет там на краю деревни Там и спросите Ходит тут всякую хрень, собирает А что именно? Не бутылки или картон А всякие старые вещи Телевизор, радио Недавно холодильник тащил А что за мужик-то? Псих Он с этого барахла бомбу, говорят, собирает Ну это те, говорят, кто химию знает на уровне С2Н5 Вот А родские приехали. Да, да, да. Иди сюда. Уходи. Здрасте, граждане. Здравствуйте. Яблочки, яблочки. Спасибо. Мы из полиции ищем человека одного. Кого? Мужчина со шрамом. Говорят, на край не живет. Есть такое? Ой, лучше не лезьте к нему. Скажите, а где живет-то он? Вот там, за поворотом. Первый дом слева. А как зовут, не помните? Артем. Артем, Артем, да. Артем, Артем распрашивает. Да, что-то не вяжется. Псих какой-то собирающий хлам на свалке, похищает жену бизнесмена и требует за нее выкупа. Бред какой-то. Почему бред? Маньякам тоже жить на что-то надо. Вот он и занялся похищением. Я думаю, он еще и сатанист какой-нибудь. Да, не пройдем мы здесь с этой собакой. Артем! Ты что, тихо. Артем, выходи! Поговорить надо! Да! Не хрена себе. Да, и тут бабка оказалась права. Немного будет. Артем! Мы из полиции! Нам надо поговорить и все! Друг с другом разговаривайте! Так, вызывай подмогу. Да, быстро вы. Нормально. Потом выяснилось, что у него всего два патрона и было. Начал варенье бросаться в наших. Надеюсь, не задел никого? Раз попал, потапало. Ну ничего, у него как раз муха сегодня. Значит, жить в сладкой воде. Понятно. Больше варенья оружие. Не ходили? Нет, да и эту куколку он сам сделал из хлама всякого. Умелец, блин. Докладывайте. Артем Новиков на срочной службе получил серьезную черепно-мозговую травму. Контужен. И с тех пор не любит людей в форме. Ничего себе. Я, например, чернослив не люблю. Я ж не шмаляю по нему из дробовика. Бычков. Извините. Ну и что, выяснили, каким образом он связан с похищением? Выяснили. Никаким. Это же была версия Воробьяшкиной. Не забудьте это в рапорте указать. Идите, гляньте. Вот это они отправили Медвецкой. Значит так. Если через сутки не будет миллиона, то частям ее пришлем. Ясно? Вот урод. Мне показать? Да не показывают, что у нее серьезные намерения. У вас ровно сутки. Сейчас же Воробьешкину ко мне. У нее отгул. Что? Я ей никаких отгулов не давала. Я сейчас наряд за ней отправлю. Сейчас мы привезем. Обалдеть, конечно. Я что, не имею права на законный выходной? Простите, пожалуйста, это приказ Куликовой. Нашли своего похитителя? Не нашли. Зато мы нашли другого психа, которого ты увидела. Да неужели? Правда? Да. Оказалось, он не очень-то любит полицию. Какая странность в наше время. Не скажи. Не каждый начинает полить из самодельного оружия у оперативников. Ну все в порядке же. Да, спасибо. Обошлось. Да ничего не в порядке. Елена Валентиновна, вы должны нам помочь. У нас по-прежнему ничего нет. Ну вы же понимаете, что я не могу ничего гарантировать. Да-да, прогноз погоды тоже не всегда точный. Прогноз погоды? Так ты меня еще не называл. У нас есть вот свежие фотографии. Помогите нам, пожалуйста. Да не вопрос. А что, фотки не нужны? У меня брелок есть, еще шарфик. А не надо, он же у тебя в сумке. Да. Ну так я прям через тебя почувствую. Вижу. Вижу озеро. Девушка на берегу. Она не двигается. Утонула? Не знаю. Вокруг лес. Недалеко слышно трасса. За лесом какое-то кафе. Вывеска. Охотничий двор. Точняк. Охотничий двор. Я знаю, где это кафе. Это на въезде в город. Я по беду. Вань. Да погоди ты. У нас мало времени. Поехали. Лена. А это у тебя сегодня как-то оно по-особенному, да? В смысле? Ну как? Раньше тебя вот как-то, ну, потрушивало. Потом голова кружилась. А сейчас все спокойно. А, да. Экспресс-метод. Точность меньше, зато быстро. Здесь же все этого от меня требуют. Правда? Вот-вот-вот. И от меня все этого требуют. Леня, побыстрее. Леня, побыстрее. Леня, побыстрее. Леня, побыстрее. Леня, побыстрее. Это что такое? Такое-такое. Это Коломбо. А, понятно. А что Коломбо делает по нашей машине? Пока ничего. Но вы дайте ей выйти на сцену, и вы меня еще благодарить будете. Лучков, ты чего несешь? Ну что, я собаку у друга взял, чтобы девушку быстрее найти. Собака огонь, она сосиску за километр чует. Да, осталось только этой Могилевской как-то сосиску в карман подложить. Знаете что, Антон Васильевич, если вам что-то не нравится, я сам. Я вам предлагал остаться, вы не захотели. Да мне страшно за тебя. Заблудишься еще. Спасибо, что переживаете. Как тут не переживать? Потеряешься, а мне потом выбор в личное дело занесут. Ну, Лену сказал. Лену уже отправила у нас. Чур знает куда. Не уверен, что и в этот раз она тоже не ее. А давайте забудемся, а? Давайте будем сидеть в кабинете и ждать, пока Медведскому палец этой девушке принесут. Или ухо. Ладно. Поехали. Кукла, подвись. Так, озеро должно быть где-то... Черт, и подкрепление же не вызвешь. Антон Максимович, ну зачем нам карта? Сейчас он Коломба понюхает платок и понеслась. Что я скажу, а? Это не я, товарищ полковник, это гадалка озеро. Ну, гадалка, да. Эксперт тоже. Ты что, моя хорошая, укачала тебя в машине, да? Укачала. Ищи. А еще она умеет гадать по руке. Это не я, это она. Давай, пую, ищи. Ищи, ищи, ищи. Давай, Антон Максимович, жила, след. Она сосиску тебе искать будет. Давайте быстрее, Антон Максимович. Давай, 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 давай. Слушай, мы, кажется, не закрыли машину. Пархай как бабочка, жайка, пшла, Мычков. Ты уверен, что мы правильно? Быстрее, выше, сильнее, ну. Ты что, думаешь, ее украли? Белки? Что там, Мычков? Черт. Доволен? Ну, я же, ну... Вы, черт знает где, и все в дерьме из-за твоей великолепной собаки. Ну, Коломбо же учуяла. Да? Ничего она не учуяла. Она бежала за тушенкой. Начальник, ну я же тебе уже сказал. Ну, не вызывали мы полицию. У нас все нормально. Сами разберемся. Там вон моя девушка сидит, с ней тоже все в порядке. И помощь нам медицинская не нужна. Да, да руки, тихо, руки убери. Аккуратнее с ним. Вы понимаете меня? Объясни ему. Слышал, че старший сказал? Отлично. Амосов? Да, слушаю, Дорыч, капитан. Подождите секунду. Мне тут Альберт Иванович поручил проверить одну информацию. Аккуратнее с ней. Пока вы там прохлаждаетесь, Амосов, вы нашли нашу пропажу в очень деликатном состоянии. Она жива? Полужива, я бы сказал. Полковник по этому поводу тоже полужив. Никогда не доверяю обиженной женщине. Но Кокона нас не обижалась. Я не про нее. А, ну у нас выбора не было. Мы в тупике были. Да. А теперь мы где? В лесу. Вот. Бабушка. 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 Ты чего? Бабушка. Что опять не так? Бабушка. Бабушка. Ну, не сердись. Ну, что я такого натворила? Все шутки шутить. Смешно тебе. Не терпится поскорей последний лист увидеть. Так увидишь. Недолго уже. Ты, может, объяснишь? Ты думаешь, твой майор здесь случайно появился? Ах, вон оно что. Да ничего я не думаю. Как появился, так и исчезнет. Думать еще о нем. Ну, дура. Тебе же оттуда помочь хотят. Соломинку дают, чтоб ухватилось. А ты, спасибо, не надо. Да, не надо. Я думала, ты про дара, ты про этого. Я про дара. Ты вчера своего майора за нос водила. Да я его вообще пальцем не тронула. Врала, что видишь. Ну, почему врала? Просто там не совсем отчетливо было. Глаза мне смотри. Не видела ты ничего. Огоняла его. Пойди туда, не знаю куда. Ну, что, а он, между прочим, если еще раз такое выкинешь, не дара, жизни лишишься. Сейчас твоя жизнь вот так утекает. Ты будешь его дурачить, верой в дар твой испытывать, свои бабские обиды на нем вымещать, дар свой используя, твоя жизнь вот так побежит. Поняла? Пальцем она его не тронула. Да он сюда послан, чтобы тебя от беды спасти. А будешь его дурачить, уйдет. Связь прервется, и тебе вот что останется. значит так, либо вы нас сейчас отпускаете, либо я звоню, кому надо. Здрасте. Их надо в больницу. Не надо никакой больницы. Мы себя отлично чувствуем. Так, значит, вы пугаете нас тем, что расскажете все отцу. И позвоню, и расскажу, и мало вам не покажется. Хорошо. Звоните. Только не забудьте объяснить ему, что вы делали в одной машине с жертвой похищения. Завтра у вас есть все шансы проснуться известным человеком. Миллион это крутой выкуп для Рязанска. Какой миллион? Да это все она придумала. Вы что, думаете, ей нравилось трахаться с этим жертрестом? Он меня не любит. Миллиона жалко. Жалко миллиона? Пишите. За успех нашего миллионного предприятия. Молодец. Я хочу на дискотеку. В клуб. Нет, пожалуйста, не убивайте. Дайте перед смертью выпить виски и дорогу. Какого хрена вы делаете? Когда нужно было просто опросить ее подругу. Пройтись по тем кабакам, откуда она не вылезала со своим дружком. Это же элементарно. Да. Они положились на информацию, предоставленную им экспертом по психологии. Ольга, а вы не считаете... Где она? Покажите ее мне. Уважаемый Денис Александрович, нам пришлось вызвать скорую. Какую? Какую скорую? Почему вы сразу не позвонили мне? У нас есть протокол, согласно которому мы вынуждены действовать. хорошо. Ну что, можете разберем, сиди-ка. Все, вы подвечали. Девочки, ну что, на дорожке, по дорожке. Что? Давай. Погоди, погоди. Товарищи, разрешите, мы их задержали, они в больнице под конвоем. вы будете оформлять заявление о помогательстве? Какое заявление? Она мне обещала, клялась, что любит. Альбертик, это единственный человек, которого я... Держись, возьми себе в руки. Я прошу тебя. проследи там. Да, и заметьте, ни слова о нашем миллионе. И ты туда же, Ольга. Альберт Иванович. Не, ну понятно, там Черняев, но ты у человека беда. Только я... Понимать надо. Так, пошли вон отсюда все. Леночка, у меня есть два пригласительных в театр на суперсовременный спектакль. Их практически невозможно достать. Да ты что, поздравляю. Ну, я же приглашаю. А, ой, Лень, я не знаю, мне, мне еще поработать просто нужно. Понятно. Почему мужчины все страдают из-за женской нерешительности? Амосова лишили квартальной премии, а я иду в театр ради... Почему не смешивается? пятничный вечер в компании милой дамы. Что может еще быть лучше, да? Посмотри! Офигенно! Малышка! 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 Субтитры создавал DimaTorzok